МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позвала друзей, я в гости. Сказали, негде бросить кости. Сижу в уголочке, смотрю в одну точку. У тебя включен микрофон. Мы все слышим. Да? Если что, это выдуманная песенка. На самом деле я очень занята. Проверяю... Что же я проверяю? Мешок с письмами. Слышите? Я проверяю мешок с письмами для обитателей базы. И ничего я не отлыниваю. Так, что тут у нас? Квитанция, еще одна. Заявка на вступление в фан-клуб стальной шерсти. Положу-ка пока сюда. Приглашение на погребение черного корсара в море. По-любому очередная странная пиратская традиция. А нет. Обыкновенные похороны. Думаю, он так прощается с жизнью на суше. Я тоже как-то об этом подумал. Нет, Деннис, это похороны. Самые настоящие. Надо позвонить его сестре. Алондра, это Лучик. Прими мои соболезнования. Если что-то понадобится, обращайся. Спасибо. Я как раз собиралась тебе позвонить. У нас тут поменялись планы. Похороны откладываются на неопределенный срок. Корсар жив? Нет, по-прежнему мертв. Понятно. Это долгая история. Слушай, скажу по секрету. Готовьтесь, на вас скоро нападут. Кажется, похоже на крестик. Ударьте киркой по крестику. Постройте укрепление вокруг склада. Мы раздобыли несколько пушек, чтобы помочь вам в бою. Лучик, хочу тебе кое-что показать. Вижу, пираты идут. Нет, пожалуйста, приглядись повнимательнее. Кто это там с Полундрой? Фу, что это? Оно меня пугает. Фу? Что это? Оно меня пугает? Так ты, значит, приветствуешь погибшего друга? Черный корсар? Это ты? Собственной разлагающейся персоной. Да, кстати, ты получила приглашение на похороны, но так и не ответила. Мы обязательно придем. Оля, нет. Ну ты слышала? Она дает устный ответ на приглашение. Спасибо, не надо. Заполнить открытку? Секундное дело. Я все-таки умер. И Марку не забудь. Да, и еще. Похороны пройдут в необычном месте, так что не планируй пока ничего. На ближайшую пару недель, месяц или... Не планирую и все. Еще вопросы есть? А можете объяснить, почему вы решили напасть на нашу базу? Нам нужна твоя помощь. То есть вы напали, потому что понадобилась наша помощь? Это я так двух зайцев одним выстрелом решил убить. Спасибо, что поддерживаете мою семью в это непростое время. Ваши бойцы здорово сдерживают мозгляков. Можете собой гордиться. Всего одно замечание. Почему я не слышу причитаний? Ээээ, каких еще причитаний? Ну, знаете, что-нибудь типа... О, боже! Это черный корсар! За что? Я не хочу умирать! Ну и там всякие охи, вздохи. Можно еще немного порыдать. Хорошо. Я передам ребятам. Спасибо. И еще. Не хочу тебе указывать, но проследи, чтобы в этот момент они смотрели в сторону океана. И пускай не мямлят. Надо, чтобы причитание было слышно издалека. Это был сарказм. Не станем мы этого делать. По-твоему, сейчас самое время для сарказма? Я вообще-то умер! У меня вся жизнь пронеслась перед глазами и сердце остановилось! Навсегда! А ты тут со своим сарказмом? Я узнаю, вдруг кто-нибудь решит тебя поддержать. Гавань в безопасности! Идем домой! Пока вы не ушли на базу, могу я попросить у вас десяток самых длинных выживших? Ты хотел сказать высоких? Ага, ага, ага. Дай им время попрощаться и отправляй ко мне. Вот еще. Я не подумаю. Пойми, это для очень важного дела. Хочу написать, черный корсар вернулся, берегитесь. А выжившие тебе зачем? Мне нужны их ноги, руки и черепа. Ну, во-первых, десяти выживших будет мало. Ну, не знаю. Думаю, мне хватит. А во-вторых, мы идем домой. Мне очень жаль, что ты умер, но это не дает тебе право становиться чудовищем. Вообще-то именно это и дает мне право становиться чудовищем. Иначе откуда, по-твоему, чудовища берутся? Хе-хе, дубина. Всего хорошего, корсар. Ладно, увидимся. Девушки отдыхают. Если они снова когда-нибудь появятся. Да, я совершила много ошибок, но есть правила, которые я никогда не нарушу. Чудовищем не место на главной базе. Корсар не чудовище. Он мой брат. Когда ты отвернулась, он бросил в меня своим глазным яблоком. Говорю тебе, он точно чудовище. Он хочет, чтобы ты его таким считала, но на самом деле он напуган. Он застрял между мирами и не знает, как ему быть. Прости, что вываливают свои проблемы на тебя, но куда нам еще податься? Эй, ладно. Что от нас требуется? Для начала погрузим базу в кромешную тьму. За дело! Итак, наша ежегодная традиция. Фонарик надежды. Мы зажигаем его в честь выживших, которые все еще находятся в буре и ждут нашей помощи. О, то, что надо. Ха, вот так. Гораздо лучше. Эй, чего это вы делаете с фонариками надежды? Уничтожаем их. Но почему? Потому что мы злодеи. Потому что мы хотим, чтобы вы мучились. Так, ну и что это нам даст? Ха-ха, здорово, что ты спросил. Боль и страдания. Алондре, а скажи, ты этого ожидала? Честно, да. Хотя в последнее время на большее рассчитывать не приходится. Дай ему пару минут, он придет в себя. Вот и все, свет погас. Не думал, что меня это так расстроит. Знаю, знаю, это всего лишь дурацкий фонарь, и мозгляки все равно рано или поздно его бы уничтожили. И все же, мир будто бы стал гораздо мрачнее. Да чего же просто, оказывается, сломить вас, людишки? Я даже немного заскучал. Вот чего нынче стоят ваши символы надежды. Лучик, за что нам все это? Позволь мне ответить. За то, что вы неудачники. Корсар, скажи им правду. Сама скажи. Корсар не любит, когда рядом... Эй, ты чего творишь? Сам же попросил меня сказать правду. Это же шутка была, ты чего? Какая шутка? Ты просто повторил мои слова. Не будем им мешать, пускай разбираются. А вот и греющий душу, сияющий символ моих трудов. Корсар хочет, чтобы не было. Хочет кое в чем признаться. Спасибо, что позволили разгромить те фонари. Потому что... Потому что теперь все, кого вы любите, умрут в полной темноте. Они не помогут, пока ты так себя ведешь. Соберись. Потому что пламя, дерзко трепещущее во тьме, напоминает мне искру жизни в моем сердце. Потухшую, как вы могли заметить. Теперь за моими ребрами виднеется сердце. Не знаю, обратили ли вы внимание. Да, обратили. Можете потрогать, если хотите. Эээ, нет, не хочу. Спасибо. Но ты мог бы честно все рассказать, вместо того, чтобы вести себя, как настоящий монстр. А может, мне нравится быть монстром? Но почему? Потому что... Он пытается произвести впечатление на других пиратов-призраков. Простите за глупый вопрос, но зачем тебе производить впечатление на других пиратов-призраков? Успешной пиратской карьерой... Я похвастаться не могу. Вполне вероятно, что он самый неудачливый пират в мире. Да уж, не исключено. И что? Я еще не понял, что представляет собой загробная жизнь. А вдруг я окажусь среди других пиратов? Не хотелось бы до скончания времен носить прозвище самого никудышного пирата на свете. Черный Корсар, понимаю, ты озабочен своей пиратской карьерой. А в особенности тем, что ты сравниваешь себя с другими знаменитыми пиратами. Да. Ох ты мой, где твое лицо? Сам не знаю. Лучик, спасибо, что предупредила. Я решила, что будет невежливо об этом упоминать. Это правильное решение. Я просто обожаю пугать собеседников отсутствием своего лица. Эээ, что-что? Это был мне сарказм. Никого не предупреждай. Из писем мы узнали, что твоя пиратская карьера должна была пойти в гору. Не понимаю, почему ты так переживаешь за свое пиратское наследие? Полагаю, вы обратили внимание, что письма перестали приходить практически сразу. Ну да. Но я думал, это из-за того, что вы были заняты подготовкой к своему первому настоящему нападению. Ага! Как раз тогда письма и прекратились. Не расскажете, что случилось? В общем, я весь обвешался пушками, чтобы можно было их быстро менять, когда заканчиваются патроны. Но перед этим позаботился о спасательном устройстве, верно? В том-то и дело. Я забыл про него. И теперь мое тело покоится на дне океана. Давайте смейтесь надо мной. Все, больше не будем. Пойдемте домой. Брат у меня не самый умный, знаю. Но вдруг вы сможете ему помочь? Нет. Но, кажется, я знаю того, кто сможет. Ты про меня, да? Да. Ты-то мне и нужен. Да, так я и знал. Чтобы связаться с Ивой. И об этом я тоже догадывался. Что-то тут нечисто. Ты про Корсара? Ага, он та еще нечисть. Его история полная чепуха. Мертвым нет дела до всего этого. А Корсар почему-то считает, что есть. Передай ему, чтобы встретился со мной на берегу. И пускай приходит один. Здравствуй, черный Корсар. О, научи меня так делать. Может, позже. А сейчас иди за мной. Ну и для чего мы сюда пришли? Для ловли призраков. А, не интересует. Спасибо и пока. Стой! Сказал же, не хочу. Стой! Знаешь, я тут подумал, пожалуй, останусь. Попался! Эх, все-таки удрал. Ну и что мы будем делать? Ловить и отпускать? Нет. Мы же не станем... Есть этих призраков. Мы просто поговорим. О чем поговорим? Думаю, ты знаешь. Я не понимаю, о чем ты. Попался! Здрасте. Прости, что поймали тебя. Угу. Хочу познакомить тебя с моим другом. Здрасте. Он самый никудышный пират на свете. Ну, все мы должны кем-то быть. Ладно, можешь идти. Ага. Пока. Хм. И что значит твое? Хм. Ну, знаешь... Теперь твоя очередь. Что происходит? Мы поймали тебя, но зачем? Я еще не понял. Все ты прекрасно понял. Нет, я не понял. Расскажи ему свою грустную историю о том, что ты не знаешь, как тебе быть. Думаю, ему и своих проблем хватает. Рассказывай. Я был самым никчемным пиратом в мире. Круто. Ну, я пойду. Призрак, смотри. Перед тобой самый никчемный пират в мире. Тебе есть до этого дела? Нет. Что и требовалось доказать. Зачем ты так? А что мне делать, если меня поймали? Я не к тебе обращаюсь. Но ты же смотришь мне в глаза, а это сбивает с толку. Ива, зачем ты так? Потому что ты всем лжешь. Нет, мне-то от этого ни холодно, ни жарко. Но я просто хочу понять, зачем. Эй, лгунишка, гляди, вот еще один. Я не лгунишка. Привет. Приветик. Этот парень самый никудышный пират на свете. Тебе есть до этого дела? Эм, да нет. Вот так новость. Это что же выходит? Мертвых не волнует? Твои пиратские достижения. Понятно, что его не волнует. Уважаемый, скажите, кем вы работали при жизни? Чинил фургоны. Видишь, он фургоны чинил. Еще бы это его волновало. А давай ты поймаешь пирата. Вот у кого надо спрашивать. Ну и ну. Глядите, как ты попался. Йо-хо-хо. Что? Вот так сразу? Прошу прощения. Скажите, вы пират? Какое совпадение. Позвольте представить моего друга, черного корсара. Самого никчемного пирата в мире. Всегда рад повстречать коллегу, так сказать. Для тебя важно, что он был самым никчемным пиратом в мире? Не. Ну, я пойду. Ага. Ну, рассказывайте, как поохотились. Отлично. Я переживала, что вы не найдете общий язык. И зря. Он классный парень. По правде говоря, меня так тронула его грустная, правдоподобная история, что я согласилась помочь ему на каждом этапе. Это не обязательно. На каждом. Спасибо, Ива. Это так мило с твоей... На всех этапах. До единого. Как скажешь. Я глаз тебя не сведу. Буквально. Черный корсар, тебе сейчас нужна помощь? Не знаю. Я хорошенько все обдумала. Я тебе верю и хочу помочь. Ну да, ну да. Нет, ну правда. Я знаю, как сделать из тебя самого известного пирата в мире. Да, да. Ты не хочешь двигаться дальше, пока не прослывешь кровожадным пиратам. И это похоже на правду. Поэтому я решила собрать для тебя армию пиратов-призраков. Знаешь, эта идея мне по душе. Но... Как мы это сделаем? Час назад я расставила чаши с отравленным пиратским пуншем. Так что нам остается только ждать. Чаши с отравленным пуншем? Именно так, приятель. Без жертв армию нежить и не собрать. Ты это серьезно сейчас? Я серьезно. Как серьезен будет удар, который хватит каждого будущего бойца твоей армии, как только он сделает глоток пунша. Что такое? Ты уходишь? Да, и я тут это... Вспомнил кое-что. Надо бежать. Болли, пожалуйста, скажи, что ты не пила пиратский пунш. Нет, он же на вечер. Лучик устраивает для нас приветственную вечеринку. Нужно уничтожить все чаши с пуншем. Зачем? Сделай, как я сказал. Ага, вот так. Где тебя носит? Скоро прибудет армия мертвецов. Ау, уже бегу. Чего это ты запахался? У тебя все хорошо? Да, да. Я так рад. Жду не дождусь, когда возглавлю армию мертвецов. Что тут происходит? Это трава! Это пунш! Если его выпьешь, умрешь! Это всего лишь газировка с ананасовым соком. Я сама его приготовила для вашей приветственной вечеринки. Точно? Ага, я уже выпил где-то 25 кружек. Я, конечно, чувствую себя неважно, но это ожидаемо. Понятно. О, значит, ложная тревога. О, господи, сколько же чаш она наставила! Слушай, я понимаю, ты заботишься о своей репутации и все такое, но... По-моему, это бред. Не отвлекайся! Просто невероятно! Попался-таки на удочку! Ты показал свое истинное лицо, черный корсар! Я предложила тебе армию призраков, и что ты сделал? Убедился, что по лундрам в безопасности! А я и не отказывался от армии! Просто не хотел, чтобы ты отравила мою сестру! Угу. Нет, твое... Здесь не к месту! Сейчас узнаем, что она об этом думает! Только попробуй! А вот и попробую! Все, пока! Корсар, у меня для тебя кое-что есть! Правда? Точнее, не у меня, а у нас! Приветик! Думаю, мне не понравится! Я тебе дам не понравится! Знаешь, сколько сил я в это вложила? Мы знаем, что сейчас для тебя главное получить репутацию безжалостного убийцы! И мы подумали, что моряцкие песни тебе помогут! А в чем подвох? Нет, никакого подвоха, болван! Я просто хочу тебе помочь! Да никакого подвоха тут нет! Угу. Вот, послушай. Хорошая песня. Что ж, довольно неплохо. Неплохо. Ты просто мастер делать комплименты. Не придирайся, ты же знаешь, что я имел в виду. А это я сама написала. А жку не попал, сам шел морской волк. И только в пиратстве храбрец видел толк. Он был самым смышленым среди всех моряков. До самого конца! Красиво! Спасибо! Я все еще пытаюсь понять, в чем тут подвох. Но это было здорово. А это моя песня. Прошу заметить, я не просто сел, накорябал пару строчек и сказал «Готово». Нет. Я представил, что плыву в открытом море. Что я стал капитаном и отдал свое сердце океану. И вот, одной тихой, темной ночью, море вознаградило меня этой песней. Очень необычная песня. Истина есть красота. А красота – это прикольно. О, а вот и моя. Так что не могу я песню написать. Твоим отмеку, чтоб выживших спасать. О, спасибо, лучик. А это моя песня. Убегай, громко плачь. Черный кольцар твой зловещий палач. Прячься, иначе не сдобновать. Это... Очень... Мило. Только не говори, что ты засмущался. Но... Я и правда немного засмущался. К чему все это? Может, я просто пытаюсь тебе помочь? Ммм, сомневаюсь. А может, это такая многоходовка? Так ведь еще говорят? Да. А это по-прежнему значит, что у меня есть планы, я ему следую. Стой, ты серьезно? Ну, конечно. Отлично. Хм, странная какая. В чем твой секрет, черный корсар? Почему каждый на вашей базе считает, что у меня есть какой-то секрет? Знаете, это скорее говорит что-то о вас, нежели обо мне. Я лишь хотела сказать, что не помню, когда в последний раз видела обитателей базы настолько сплоченными. Такими темпами ты к концу дня станешь настоящей легендой. Маленький робот, мы обнаружили тайники с дурным золотом. Что ж, видимо, пришла пора прощаться. Надеюсь, ты готов стать призраком легендарного пирата? Потому что мы нашли для тебя кучу самых кровавых в мире денег. Эти деньги настолько грязные, что, скорее всего, прокляты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну ладно, пылай. Что это? Деньги мафии. Немного бессердечия и капелька безнравственности. Хорошее начало. Так, а тут у нас что? Кажется, это мелочь с заброшенной станцией переливания крови. На печенье и сок, наверное. Значит, с точки зрения закона, это кровавые деньги. Ага, сойдет. А это что? Это когда-то принадлежало директору многоуровневой торговой компании. Ааа, ясно. Пожалуй, стоит обернуть еще одним пакетом. Ааа, ясно. Определенно. Ааа, тут прям написано. Тайник с ножами на черный день. Какой ужас. Берем. Рождественская бомба щелкунчика. Что, с прошлого Рождества? Нет, с этого. Тоже берем. Черный корсар. Надеюсь, ты любишь кровавые деньги, потому что у нас их целая гора. Спасибо. Не слишком ты рад кровавым деньгам. Нет, что ты. Я очень рад. Спасибо. Уверенных было нелегко найти. Вообще-то безумно просто. Мне даже неловко. Хорошие новости. У тебя есть практически все, что нужно. Кровавые деньги, жуткие песни. Обитатели базы готовы слагать легенды о твоих подвигах. Последнее, кстати говоря, авансом. Совершать подвиги все-таки придется. Сегодня в полночь ты сможешь продолжить свой путь. Эм, здорово. И не говори. Корсар, у меня такая новость. Закачаешься. Мы обнаружили одну из корон Семи Пиратских Королей. Что, правда? Зуб даю. Если найдешь хотя бы одну, попадешь на тот свет, как самый настоящий король пиратов. Конечно, есть вероятность, что это всего лишь детская сказка. Но чем черт не шутит? Чего приуныл? Ты сказала, мы. Ну? Ты сказала, мы обнаружили. Мы – это кто? Я и Ива. Ну, конечно. Кто же еще? Ну, конечно. Кто же еще готов бросить все свои дела и помочь тебе? По-твоему, это плохо? Нет. Что ты? Это лучшее, что со мной случалось. Ну, задел тогда. Да! Ага, корона. Ага, еще одна. Ааа, смотрите, я король пиратов. Ты странно себя ведешь. Нет, неправда. Ты что-то скрываешь? Нет. Все нормально. Врешь. В чем дело? Почему бы тебе не спросить у Ивы, твоей новой лучшей подруги? Еще корона. Отлично. Ива, не знаешь, какая муха его укусила? Не надо у нее спрашивать, я пошутил. Поздно. Он не готов покинуть наш мир. Но ведь он только об этом и говорит. Он никуда не торопится, что, впрочем, свойственно мертвецам. Можешь признаться, когда будешь готов. О, она права. Я лгал насчет того, что мне нужно стать королем пиратов. Никому в том мире нет дела до моих достижений. Не знаю, пару недель хотя бы, может, месяцев. И долго ты собирался его тянуть? Или до тех пор, пока все не уляжется, а я не удостоверюсь, что ты в безопасности. Или до тех пор, пока все не уляжется, а я не удостоверюсь, что ты в безопасности. Но почему ты не признался раньше? У него трудности с выражением эмоций. Ива, я, конечно, все понимаю, но позволь мне самому объяснить. Угу. Если бы я открытым текстом сказал, что хочу остаться и позаботиться о тебе, ты бы пришла в ярость. Потому что не нужно меня защищать. И потому что я в состоянии о себе позаботиться. Ну, да. Да, я бы, наверное, так и сделала. Но я бы расстроилась, если бы ты меня послушал. Мне приятно, что ты хочешь остаться. Но я не вправе тебя вынуждать. Мы дали друг другу клятву. Пираты до конца жизни. Но ты погиб? А ты нет. Немного обидно, знаешь ли. Ой, ну прости, что я тебя обидела. Почему ты не чувствуешь вину выжившего? Это интересный вопрос. Ха, потому что я все делаю как надо. А вот сейчас снова было обидно. Если хочешь побыть тут какое-то время, я не против. Хорошо. Тогда останусь. Значит, остаешься? Ага, похоже на то. Я все хотел спросить. Как ты меня раскусила? Я ведь продумал все до мелочей. До мелочей? Это громко сказано. А все же шло по плану? Рано или поздно, правда, всплыла бы. И я подумала, может, если все раскроется, то вы останетесь. У тебя классная сестра. И друг-мертвец мне бы тоже не помешал. Ага, посмотрим. Посмотрим. Научи меня говорить таким голосом. Мы, возможно, мы поладим. А меня научишь? Конечно, не вопрос. Каждый новый день хуже, чем вчерашний. И как бы мы ни старались, все без толку. Все без толку. Что мне еще сделать? Лечь на пол и умереть, да? Потому что других вариантов у меня нет. Прошу, дай мне знак. Хоть какой-нибудь. Или хотя бы имей совесть сообщить, что ты от нас отвернулся. Пожалуйста. Я все объяснил. Я сидел в комнате, когда ты начал вот этого все. И я подумал, сейчас он перестанет, и я смогу мимо него проскочить. Согласен, дурацкая была затея. Деннис, привет. А я тут составлял обеденное меню. Давай я дам тебе пару секунд, и ты придумаешь что-нибудь поубедительному. Пожалуйста, сделай одолжение и забудь все, что слышал. Ладно. Однако твои слова заставили меня задуматься. Может, нам и правда пора сменить курс? А еще, нашим бойцам не помешала бы помощь с толпой кидал. Там уже не одна толпа. Ну, я образно выражаюсь. А еще нам срочно нужна хорошая боевая тактика. Ну, об этом позже. Пора нападать этим кидалам. Великолепно, командир. Иди к телескопу. Постой-ка. Кидалы пользуются какими-то инструментами? Возможно, уже давно. В общем, глянь в телескоп и скажи, что ты видишь. Бурю облака. Что-то еще? Все. Ничего страшного. Попробуем еще раз. Глянь в телескоп и скажи, что ты видишь. Чудовище. Это понятно. Что еще? Руины, которые оставляют после себя чудовище. Попробуем еще раз. Давай, скажи, что ты видишь. Конец света. Что еще я должен там увидеть, Деннис? Что-нибудь хорошее. На поле битвы? Ну да. С лучиком такое обычно прокатывало. Попробуем еще раз. Иди к телескопу. Так, ладно. Что ты видишь? Выживших. Побегающих с базы. Ларс, почему в четвертом секторе никого нет? Мы стараемся изо всех сил, но облаков и мозгляков слишком много. Так отправь еще один отряд. Нет больше людей. Дай ко мне телескоп. Знаешь, пожалуй, не стоит. Похоже, просьба понаблюдать за происходящим не лучший способ тебя подбодрить. Дай сюда. Ладно. Но что бы ты там ни увидел, постарайся найти в этом положительный момент. Я вижу выживших, которых некому защитить от бури. Забудь, что я сказал. Сейчас я покажу тебе, где тут положительный момент. Не надо. Сам напросился. Боюсь, я не учел кое-что важное. В том, что не все спасутся, есть вот какой, как ты говоришь, положительный момент. Они никогда не узнают, что мы ради них палец о палец не ударили. Ларс, открой хранилище. Хочу взять снаряжение для спасательной операции. Ты же помнишь, что гражданским хранилище нельзя? Конечно помню. Я же это правило и придумал. Так вот, это для того, чтобы люди не ввязывались сгоряча в сражения, которые им не по силам. Здравое зерно в этом есть. Открой хранилище. Сперва предъяви сертификат о прохождении тренировки героев. Я же эти сертификаты и выдаю. Можешь меня поздравить, я ее прошел. Напомни-ка, а почему именно ты выдаешь эти сертификаты? Потому что я принимаю решение, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями. И твой здравый смысл говорит, что ты готов к бою? Ага, мс. Ага, но знаешь что? Ты не готов, и ты прекрасно это знаешь. Что ж, ладно, поживем, увидим. Дэннис, возьми программу тренировок и приходи на поле. Сейчас поищем лазейки в правилах. Попробуем ускорить процесс. Посмотрим. Если я объявлю чрезвычайное положение, то смогу пропустить пункты с 6 по 12. Ага, а в случае новой угрозы нападения мозгляков, не действуют пункты с 40 по 300. Технически, этого мозгляка я вижу впервые, так что... В случае, если нет подходящего инструктора, курс молодого бойца проходить не требуется. А где майор Освальд, ты его видишь? В этой комнате? Нет. Вот и славно. Значит, остается ориентирование на местности и основу выживания. Так, Дэннис, сейчас мы тебя немного сориентируем. Потеряйся. Хорошо, что я знаю, что значит ориентироваться. А то бы вот сейчас было обидно. Ориентирование — это умение найти дорогу, когда ты потерялся, да? Именно. Круто. Тогда не обидно. Отлично. А теперь потеряйся. Для тренировки по ориентированию, да? Да. Ладно, ладно. Все, я потерялся. Так быстро? А я ловкий, да? Секрет в том, что я никогда толком не знаю, где нахожусь. Итак, начнем. Нужно посмотреть на солнце? Или может найти речку? Или птицу? Обычно да. Но сейчас мы на территории пиратов. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы раздобыть пару пиратских карт и выдать их за свои. Смотри, мы сделали карту. Ты хотел сказать «нашли». Предлагаю компромисс. Скажем, что мы подобрали карту. Очень удобное слово, которое устроит и тебя, и меня. Осталось всего ничего. И еще! А, мы настоящие профи! Мошенничестве. Назовем это повышением эффективности. О, посмотри, как тут все подробно. О, мы делаем успехи! А-а-а! Ты прав, работы предстоит много, но оно того стоит. Еще немного, и мы станем картографами. Картоискателями. А ты, Деннис, все стоишь на своем. А что поделать? Приходится! Тебя кто-то заставляет? Ну... Как? Ну... Вот-вот. Ладно, осталось всего ничего. Я не хочу умирать! Я тут подумал. И решил, что да. Кто-то обязательно должен стоять на своем. Поздно ты встал на свое. Я уже доделал последнюю карту. Нашел последнюю карту. Деннис, прекрати. Не могу! Стой! Нет уж. Я тебя знаю. Если ты придумал правила, значит так и надо. А жить в мире, где ты сам себе не доверяешь, очень и очень печально. Я не остановлюсь до тех пор, пока ты не прислушаешься к голосу разума, или пока я не порву все карты, что я собственно и сделал. Справедливо. Кстати, а как мы теперь найдем дорогу домой? Ага. Нашел. Пообещай, что не станешь рвать эту карту. Пообещай, что не будешь врать, будто сам ее нарисовал. Я высоко ценю твое умение стоять на своем, но прошу, не надо. Я не стою на своем. Я волнуюсь за тебя. Ты ведь можешь погибнуть в буре. Уж лучше так, чем прятаться за столом. Сидеть за столом или лишаться конечностей одной за другой? Как вообще можно это сравнивать? Да чтоб ты понимал. Хотя чему тут удивляться? Единственное, что меня действительно удивляет, с чего я вообще взял, что от тебя может быть толк. Лучше б ты потерялся. Да я давно потерялся. На твоем месте я бы этим не гордился. Деннис. Я должен перед тобой извиниться. Все нормально. Вообще-то нет. Вчера у меня был день рождения. И мы тебя не поздравили? Пока мне не стало совсем стыдно, я удалил его из календаря базы. Не люблю быть в центре внимания. Но знаешь, в чем суть дня рождения? Итак, Деннис, перед тобой пожилой человек. Теперь официально. Ага. Похоже, никого кроме меня это не удивляет. Я боюсь, что если сейчас не внесу свой вклад, то упущу последнюю возможность. Эти переживания заглушили голос разума. Ну вот и все. Смотри. Ого. Это же... Это карта. Правда? И компьютер главной базы не только принял ее, но и оценил на двойку с плюсом. Не опускай руки. У тебя все получится. И... Я прошел тест. Погоди. Серьезно? Да, Джонас и тебя не говорил. Но не расслабляйся. Впереди последнее испытание. А компания мне не помешает. Надо же, ты не облажался. Давай, смейся надо мной сколько хочешь. Скоро мне снова станет грустно. Герой главной базы должен уметь выживать в экстремальных условиях. Займись охотой и собирательством, чтобы добыть пропитание и продержаться один день в дикой природе. Стойте. Мы отправимся в кругосветное путешествие, чтобы найти что-то растущее только в дикой природе? Я подумал, что тебе понравится эта задача. Еще бы! Но можно пройти инструктаж? Не вижу причин для отказа. Сколько я себя помню, меня всегда привлекали новые и экзотические вкусы. Свежие морепродукты. Незнакомые фрукты. Та неоправданно дорогая жвачка, которая лежит на прилавке у кассы в магазине натуральных продуктов. И сегодня мы с этим дедулей отправимся на поиски чего-то действительно необычного. Стоп. А что мы будем искать? Не знаю, кокосы, наверное. Сегодня без пяти минут директор-герой Рикс и я отправимся на поиски кокосов. Наверное. Я Деннис. И в эфире передача путешествия со вкусом. Один есть. А это точно кокос? Или какой-нибудь твердый, как камень и покрытый волосами мусор? Будем считать, что и то, и другое. Еще один. Да. Если бы фраза «Оно того не стоит» относилась к какому-нибудь конкретному предмету, им был бы этот кокос. Хорошо, что их нужно искать, а не есть. Знаю. Будем бросаться ими в мозгляков. А если они станут кидать их обратно? Ага. И то верно. Тогда мы их уничтожим. Кокосы. Без волос! Не расколешь и кокос! Кокос, кокос. Какой ты на вкус. Ну, вот и все. Еще парочка кокосов, и ты получишь официальное звание героя. Только на словах. Ну и что? Все равно я немного завидую. А ты что, никогда не хотел стать героем? Ну, не уверен, что смогу. Я тоже так думал. И смотри, чего я добился. Готов к своей первой миссии? Нисколечко. И вовсе не потому, что я пропустил несколько этапов. Просто если я буду ждать подходящего момента, то никогда его не дождусь. Нужно действовать. Слушай, я тут хотел спросить. У нас правда все так плохо? Хочешь, чтобы я ответил как директор отдела кадров или как друг? Скажи правду. Только поаккуратнее. Хочу знать, к чему быть готовым. Но так, чтобы не заработать себе бессонницу. Все плохо. А дальше будет только хуже. Я же просил, поаккуратнее. Я это учел. Да? Вот блин. И что ж теперь будет? Мы будем усердно работать и станем сильнее. А если нет? Тогда погибнем. Но я этого не допущу. Надеюсь, ты со мной. Пойдем. Скоро будет награждение. И в заключении хочу сказать, что выступающего нужно предупреждать о том, что ему предстоит выступать. Потому что не всем дано придумывать красивые и мотивирующие речи на ходу. В общем, надеюсь, вы скоро забудете об этом недоразумении и поймете, как важно сегодня... Ну это, как его? Быть героем главной базы. Да, точно. Властью, данной мне, отправляю вас на бой с мозгляками. Спасибо, Ларс. И тебе спасибо, Деннис, за помощь и поддержку. И вам спасибо, герои главной базы, за все, что вы делаете. И спасибо, что разрешили мне поучаствовать в битве. Я тут вспомнил одно замечательное стихотворение. Все ушли. И тебе пора. Ты прав. Я и так слишком долго ждал. Ну, чего ждешь? Я волнуюсь. Так, ладно, соберись. В бой иди, и все такое. Вперед. В шестом секторе есть выжившие. Понял, Ларс. Мы в пути. Или, если точнее... Я в пути. Так как угодно, лишь бы эти выжившие вернулись домой. Мог бы и дать мне блеснуть. Отлично. Ась. Давай, поделай ноги отсюда. Прости, Рикс, но эта игра слов была слишком тонкая. Она была в самый раз. Мне очень жаль, что я не дал тебе отличиться. Попробуем еще раз, и я начну заново. Нет, момент упущен. Тихо, тихо. Выжившим угрожает опасность. Мы скоро, скоро. Или... 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 Ну же, я теперь тебе не дам покоя. Или... Или, если точнее... Я в пути. Вот это шик и блеск. Спасибо, Ларс. Ты в безопасности. Увидимся на базе. Это ужасно. Тебя подбросить? Нет. Не помню, когда в последний раз испытывал такой прилив сил и ощущал такую опасность. То есть, ты правда будешь в костюме и с галстуком? Ну, естественно. Ларс, это же мой суперкостюм. А, то есть, он с наворотами и бронезащитой? Нет. Тогда, может, попробуешь камуфляж или броню? Отлично. Встреча с судьбой — это все-таки встреча. И нужно одеваться как следует. Добро пожаловать на базу. Еще один выживший спасен. Мне нравится герой Рикс. Но я буду скучать по директору Риксу из отдела кадров. Не переживай, он никуда не денется. Ты будешь совмещать? Нам сейчас нужны все свободные руки. В каком смысле? Экспедиционные отряды вернулись. И что? Они нашли два последних комплекса Виндертех. Оба абсолютно пустые. И что? Это лишь два последних, о которых мы знаем. Мы найдем другие. Судя по скорости, с которой мы тратим наши запасы, лучше бы найти их поскорее. А если мы их не найдем? Тогда ты будешь сражаться вместе со мной. Ладно. Но костюм я не надену. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!